Малыш гулять хочет, да? Ну, сейчас будешь прыгать через заборы от радости, как обычно. Также весело и беззаботно бегать по двору мечтает и сам 13-летний Коля. И порой позволяет себе заиграться с друзьями, но от физической нагрузки мальчику может стать плохо. Резко повышается сахар в крови. Диагноз «сахарный диабет первого типа» Коле Ладыгину поставили еще в 5 лет. И не сказать, что до этого мальчик увлекался сладостями. Мама и бабушка уверены, появлению инсулиновой зависимости способствовала химиотерапия. Еще трех лет не было. Где-то в ноябре месяце у него глазик стал, ну, с онкологией началось. Стал светиться, вот как у кошки, вот светится вечером, вот на свет отсвечивать. Правый. Стал отсвечивать. И это. И маме говорю, мам, что-то, говорю, непонятное. Откуда у тогда еще трехлетнего малыша могла взяться злокачественная опухоль, родители и представить себе не могли. Мальчик нигде не ударялся. Я вообще не знала, что дети болеют такими заболеваниями. Не сразу страшный диагноз поставили и местные врачи. С такими симптомами в селе сталкиваются редко. Опасения выразил только врач в военном госпитале. Тай бог, чтобы я ошибался, но это рак. К тому моменту правый глаз трехлетнего Коли был поражен уже на 50%. Врачи настояли на срочном удалении глаза. Поздно было даже ехать на операцию в Москву или в соседний Хабаровск. Сейчас уже, говорит, идет время против вас работает. Вы, говорит, туда приедете, еще две недели будут анализы, все это опять заново, говорит, задавать. А эта, говорит, опухоль, она может лопнуть и пойти метастазы. Не успела семья оправиться от одного диагноза, как мальчик снова почувствовал себя плохо. Резко похудел, стал много пить. С сахарным диабетом его отправили в реанимацию во Владивосток. Так, к неполному зрению добавился и урезанный рацион. Поначалу Коля не понимал, почему сладости больше есть нельзя. Потом привык. За сахаром в крови следить самостоятельно. Колоться надо под углом. Под углом, да? Да, ну не прямо, профессионально, а 45 градусов. Таких уколов в день необходимо 5-7. Если мальчик болеет, количество инъекций необходимо увеличивать в несколько раз. Из-за этого на теле возникают шишки, да и отслеживать безинсулиновые помпы состав крови крайне сложно. Поэтому 8 канал совместно с Русфондом обращаются к зрителям. Чтобы купить дорогостоящий датчик и расходники на первое время, необходимо собрать 208 тысяч рублей. Часть суммы собрана, но требуется еще 159 тысяч, чтобы облегчить будни активного мальчика. С цифрами Коля подружился давно. Каждый раз вместе с мамой и бабушкой считают углеводы и калории. А в школе любимые предметы те, что связаны с точными науками. Материал, пропущенный из-за госпитализации, мальчику помогает наверстать бабушка Лидия Николаевна. Учительница алгебры в местной школе. В ней же учится и Коля. Остальные учителя знают, в любой момент на занятии он может отпроситься, чтобы сделать укол. Все необходимое для этого бабушка всегда носит с собой, чтобы своевременно помочь внуку. С пониманием к такой необходимости относятся и одноклассники. Только спрашивают, больно ли это кого-то каждый год. Будто что-то меняется или они забывают. Ну, я все время говорю, что нет, не больно, показываю, какая иголочка. Но пользоваться особым положением Коля не спешит. В прежней школе настаивали, чтобы перевести мальчика на индивидуальное обучение. Мнение учителя переменить не удалось, сменили саму школу. А дальше мальчик настоял, чтобы не брать медотвод от занятий физкультурой. Признается, на месте сидеть совершенно не любит. Активный образ жизни и велосипед. Но смелость и физическую подготовку Коля проявил в один из самых сложных моментов сознательной жизни, когда в распорядок лечебных процедур вмешался Тайфун Лайн Рок. Тогда, в сентябре этого года, рухнула часть моста через Извилинку, отрезав от большой земли сразу пять поселков. Так совпало, что Коле нужно было срочно приехать во Валерий Восток на плановую госпитализацию. Добирайтесь на вертолете и на чем хотите, потому что на этот год мы вас переписать не сможем, а только на следующий. А в этом году вы обязаны поражать. Таким тяжелым путь в больницу не был еще никогда. К слову, с вертолетом тогда даже получилось договориться. Семья сидела на сумках, ожидая, что в любой момент могут позвонить и сообщить о полете. Ой, как мы перенервничали, вы даже не представляете. Во-первых, связи нету. Ни мобильной, ни стационарной. В результате помогли односельчане. Когда посооруженный из подручных средств переправе можно было передвигаться пешком, Коля с мамой все же ступили на большую землю и отправились в больницу. Договорилась с Витей, спасибо ему. Первый день не взял, говорит, я боюсь. Там еще вода шла, говорит, я просто боюсь Лидии Николаевны. Да, я, говорит, один еще не рискую, а вот еще вот, говорит, я переживаю сильно. Ну, на второй день он их забрал с утра пораньше. Такую госпитализацию Коле необходимо проходить регулярно. Врачи внимательно следят и за первым диагнозом. Коля по рекомендациям специалистов делает необходимое обследование. А из-за частых уколов, снижающих сахар, в последнее время у мальчика проявляется диабетическая полинеропатия. Когда пальцы теряют чувствительность, это же сказывается на подвижности конечностей. Но семья уверена, медицина с каждым днем развивается, и мальчику обязательно помогут. Первый шаг – инсулиновая помпа, которая заменит уколы. Будешь крепким, твердым в жизни, сумеешь бороться со своими болячками, научишься в жизни сего добиваться. Так вот и живем потихоньку. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова